всем здорова предисловие вот всегда есть наверно такой человек который вот если у него плохое настроение он уходит такой весь накаленный заряженный каким-то негативными эмоциями и он хочет пойти кому-нибудь просто в настроении испортить найти какого-нибудь человека так сказать козла отпущения что-нибудь там предъявить на хамить там обозвать что-то там чтобы ему не понравилось ну короче видно когда человек на взводе на эмоциях и он хочет куда-то эту негативную энергию выплеснуть наверняка знаете таких людей или может сами были в такой ситуации ну вот заходит сегодня человек ну вот предисловие работы в кофейне например делаю шаурму то сюда короче еду фастфуд заходит человек заказывает говорит я буду типа острый шаверма я нихрена не понимаю ваших ценах то есть ваших вашем меню нихрена не понимаю но я ему говорю я обычно с иронией всем отвечаю я говорю блин ну еще проще объяснить это на пальцах потому что наше меню если вот вам интересно вот она она просто идет по табличкам то есть вот шаверма огромными буквами с курицей со свининой с говядиной идет три размера цифры таблички все вот да и заходит он первым делом говорит я ни хрена не понимаю в вашем тупом меню там туда-сюда неважно я ему говорю типа может кофе хотите да я кофе с вашей гребаной кофе-машины я не пью типа такой короче говорит ну блин ну ладно я уже вижу человек что он хочет что он добивается они как бы настроение испортит тяжело я как бы не парюсь но блин если у него нет настроения то его проблемы я то здесь как бы причем я как бы все это с юмором отношусь в итоге он говорит буду буду шаверму острую и ну хорошо я говорю он чем чем он отличается я говорю там будет перец халапеньо острый соус табаджан но он не слушает и перебивает ему пофигу он говорит давай давай быстрее как обычно там давай шеф быстрее быстрее что это место орган там такое короче общение ну сами понимаете в каком стиле я уж не буду это говорить но это и так понятно ну вот человек дожидается свою шаверму там попутно негативные эмоции какие-то высказывается своей женой кстати был перед ним естественно выпендривается как он такой крутой вот уставший вот мне испортили настроение он сам признает то есть я ему делаю шаверму я говорю вот ваша острая шаверма он сначала не понимает мы его это заказ или нет потому что он уже забыл то есть прошло минут пять он уже забыл что он заказал естественно не то что какие там ингредиенты просто забыл что что это такое что он там заказал там что-то тумане у него кажется находится ладно отдаю шаверму все дела его жена кстати в этот же день то есть это сегодня сегодня 30 декабря она приходила сегодня с детьми в обед заказала 4 шавермы ей понравилось она привела еще мужа заказала себе шаверму и ему шаверма то есть это уже 6 только я им продаю а за сегодня народа было очень много я продал шаверма наверно 70 ну вот мы подбираемся к самому интересному к сути видео про чем вообще толкую то есть обычно я такие видео как бы они спонтанно получаются их не придумываю не записываю то есть человек возвращает приходит говорит это шаверма отвратительная я говорю почему она кислая я думаю ну сразу кислая что может быть кислая но перец хлопень естественно кислое он идет как соленый огурец вот такого вида то есть как соленый огурец и он такой кисленький и остренький ну блин естественно быть кислая плюс там идет например корейская морковка там туда-сюда вот его претензии такие что и есть невозможно и так далее что это ужас мне надо вернуть деньги ну блин я как бы деньги возвращаю без проблем потому что клиент всегда прав гость прав это как бы это не обсуждается но когда человек просто кидает претензию ни о чем это как сказать блин ну я купил пончик с джемом а он сладкий или я купил кофе а он горячий или например были ну я даже не знаю я купил сырную шаверму она пахнет сыром но также острая она острый вкус это совокупность каких-то кислых там острых рецепторов все это короче вместе химия ну поняли короче все это если ты берешь острую шаверму значит у тебя желудок крепкий ты должен блин понимать что там всякие разные могут быть вкусы короче меня как себя отвлекли и я потерял маленькой мысль ну короче перец халапеньо маринованный вот даже можно почитать состав вот пожалуйста банка перец халапеньо резаный вода регулятор кислотности уксусная кислота блин ну уксусная кислота слово даже кислота корень кислый значит шарм будет кислое немного но даже корейская морковка туда идет блин уксус если продал 70 шаверн у меня нет претензий претензий бывает очень редко этот чувак просто докопался сейчас я короче хорош болтать сейчас я вставлю вот этот ролик я хорошо что я догадался вовремя включить камеру записать его претензии то есть не то что я там придумал вот сейчас я вставлю этот ролик вы посмотрите потом мы с вами дальше поговорим ну я директор чего кофейня вы можете пожалуйста что халапеньо кислое я пожалую завтра знакомым в администрации чтобы вас проверить это я завтра сделал не переживайте смотри а чё проверять проверить у вас все проверить что халапеньо кислое вас просто полностью проверить но если у вас сегодня плохой день плохое настроение в чем вы хотите другим испортиться потому что вы горло готовите реально опять с другой стороны попробуй сам она кислая я даже жене дал попробовать специально блять она у меня сказала выкинь ее нахуй форточку я могу при вас почему должен выкинуть нормальные продукты здесь ненормальные продукты я сегодня продал 70 шавян ну при непришем без проблем когда косяк с нашей стороны мы меняем но я не вижу здесь косяка ну по ужину как раз ну вкусно просто и соус табача халапеньо чему надо выкинуть не понимаю ну вот короче посмотрели этот фрагмент были начинаются ждите ждите проверку ну блин но проверку чего какие-то угрозы во первых за 31 декабря куда он там пойдет какую администрацию какие он проверки нам собрался устроить непонятно проверку что халапеньо кислая придет сан потребный отзор будет есть халапеньо понятно что люди могут нажаловаться там подгадить как кто-то там не существующее придумать там вот и отравился там или еще что-то чтобы просто тебя нагадить грубо говоря настучать на тебя но блин зачем так делать просто но у тебя нет настроения ты взял шурму она острая еще кислая думаешь блин какое-то дерьмо пойду к ее верну напишу какую-нибудь гадость вам в эту жалобную книгу кстати сейчас я вам ставлю фотографию что он написал в этой жалобной книге все кислое все плохо короче ну просто то есть он хотел получается испортить настроение мне не особо получилось он понял что что-то там смысла спорить нет и ушел начал угрожать все вам капец жопа там вешаетесь можете закрываться короче все такое прочее ну с негативным отзывом конечно всегда надо работать идти людям навстречу но когда предлагают точнее не предлагают а требует поменять хороший товар свежий на что-то другое ну блин ну ты не знал что там ну тем более сказал что там есть халапеньо но ты взял да там обосрался что-то не то ты взял что-то не понял ну блин закажи ты еще одну просто шаверму зачем позориться вот это вот поменяйте мне там мне не понравилось там еще учет она нормальная то есть вы на видео видели я сам ее ем но это мне кажется самое лучшее доказательство если было что-то отвратительное меня стало плохо блин я кстати вот с удовольствием ее съел я отрезал где он кусал так вот и все ее съел блин но ништяк шаверма огонь блин но таких людей на самом деле много которые будут пытаться настроение испортить короче это типа такой хейтер в реальной жизни то есть зависит хейтер он может и пожалел уже что там нажаловался а если у него совести нет он и не пожалеет он натуре чего-нибудь будет какие-то козни строить или больше не придет вот обидится вот всем скажет там фигня ну блин правда она сама есть правда если 99 и 9 процентов людям нравится то не может быть что тебе там что-то попалось там такое ужасное отвратительное такое может быть но это не тот случай то есть блин и будет реально какие-то претензии то есть у тебя когда очень много народу там куча у тебя овощей и куча мяса куча ингредиентов иногда ты можешь что-то просто пропустить какую-то мелочь но это реально это человеческий фактор невозможно как робот все готовить идеально всем все будет нравится всегда будет тот кто будет недоволен но есть негативные отзывы реальные которые человек просто скажет подойдет блин или в группе напишет не пойдет сразу какие-то там черные списки писать там жаловаться он просто скажет блин ну вот там вот было фигово типа невкусно мы ему спросим там почему он скажет ну вот то 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 было блин ну ради бога если у человека никак не переносилась продуктов люди сами приходят говорят мне без лука там мне без моркови мне без помидор почему-то не знаю почему люди не любят помидор и но очень часто люди говорят не без помидор я записывали заказ что они едят без помидор если например я по запаре сделал с помидорами он приходит блин чувак смотри здесь помидоры я говорю блин извини пожалуйста но просто на автомате делаешь уже эти помидоры ложишь как в том мимассике типа мне без помидор да да только точно без помидором дада ешь там помидоры, реально так бывает потому что ты очень сильно привыкаешь к этой моторике, все вот это положить и потом просто ты забываешь но такое тоже бывает редко, если человек приходит говорит, блин, я заказывал без помидор я даже могу записать, я всегда заказ записываю что он без помидор и делаю, могу сделать его с помидорами, он приносит я верну ему деньги, либо я ему переделаю скажу, блин, извините, это косяк или там, например, какой-нибудь волос попадется, ну такого не было но я просто фантазирую блин, ну да это да вот такой вот, короче, видосик коротенький получился просто так чисто поболтать без сложного монтажа чтобы канал не простаивал вы напишите в комментариях свое мнение за кого вы, за этого человека, нужно ли ему менять, вот что ему не понравится ему сразу надо менять, вот типа блин, то не понравится, это не понравится моментально надо все его менять, старайтесь продукты, переделывать либо надо как-то, ну, вежливо объяснить или что нужно с такими людьми делать как с ними взаимодействовать есть ли смыслом что-то доказывать или нет, он просто испортил настроение обрадовался и ушел довольный, там, к жене своей, там, к детям вот, так что напишите обязательно свое мнение, комментарий и напишите, что вы хотите увидеть в следующем ролике про что снять, короче, следующий ролик про какую тему нравится ли вам такие разговорные ролики или не стоит такие записывать так что все, подписывайтесь ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик все, оставайтесь на связи обязательно ставьте лайки все, пишите комментарии, я всем отвечу с вами подискутируем по этому поводу всем пока